Я бы хотел поблагодарить организаторов за приглашение приехать и поговорить о Восточной Азии. Как мне указку? Вот, я понял. Это АПОСП. Это организация. Марк Морк ее основал в 2000 году. Работа была связана с превенцией, профилактикой рака. Потом присоединились другие люди. Все посвящено профилактике рака. И это азиатско-тихоокеанский регион. Я буду говорить о западной части Азии, о курении и профилактике здесь. Вот здесь мы находимся. В основном мусульманское население, западная Азия. И также не будем забывать о Ближнем Востоке. Вот мы здесь показываем протяженность, сколько людей живет в этой западной части. 23 страны. И наш ВВП где-то около 30 триллионов на душу населения. Есть более богатые страны в этом регионе, и менее богатые страны, где доход 8 тысяч долларов, например. Я буду говорить о факторах риска, о формах потребления табака. И я буду поговорить о распространении такой эпидемии курения водяных трубок. Это заболеваемость раком в западной части Азии. Вы видите Турцию с очень высокой заболеваемостью. Иран, он в середине, есть Саудовская Аравия. Вы видите, что здесь уже совсем другая ситуация, низкая заболеваемость. Это заболеваемость для мужчин. Например, 160 на 100 тысяч, 180 в зависимости от показанных регионов. Если мы сравниваем это с другими частями мира, мы можем делать выводы. То же самое для женщины в западной части мусульманских странах. Это 100 немножко, 100 с лишним на 100 тысяч. Вот здесь мы имеем смертность. Опять же, смертность достаточно высока по сравнению с заболеваемостью. Одинаково для мужчин и женщин. Вы можете посмотреть здесь цифры. Например, рак женщины. Это может быть в Саудовской Аравии 93 на 100 тысяч. Это данные ВОЗ, хорошие данные. 74 может быть в каких-то странах, в Западной Азии. В некоторых странах она гораздо выше. В некоторых странах мы видим низкую смертность. Это соотношение заболеваемости и смертности. Вы видите, что соотношение близко к единице. Это говорит, что выявление рака осуществляется по-разному и различается в разных странах. Не всегда одинаково эффективны и зависят от программ их внедрения. Это влияет на соотношение заболеваемости и смертности в этой части мира. То есть заболеваемость раком у женщин в Западной Азии. Это рак, например, ротовой полости. Здесь не все видно, но я объясню. Вы видите, что очень высоко может быть цифра или колоректальный. У среди женщин рак мочевого пузыря. Он тоже может быть связан с курением. Мы имеем рак языка, высокая заболеваемость в арабских странах. Это может быть цифра, связанная с подходом к методике выявления, но тем не менее, то, что мы имеем. Это Западная Азия, мужчины, рак ротовой полости. Связан с курением, затем королектальный, рак желудка, очень высокие цифры. Затем здесь у нас рак легкого. Достаточно высокие цифры. 7, 8, даже 33 случая на 100 тысяч населения. Высокие уровни заболеваемости другими видами рака, такими, как мочевого пузыря и легкого. Каков тренд, как он менялся, тренд заболеваемости последние 20 лет. Не у всех стран есть хорошие регистры, связанные с регистрацией рака. У нас здесь есть Кувейт, Турция. За последние 20 лет все случаи рака росли, например, в Турции. Вот здесь у нас мужчины. Рак желудка. И пищеводы – это достаточно традиционные виды рака для западной части Азии. За последние 20 лет эзофагиальный и рак желудка. Эти уровни были стабильны более или менее. Но в Запад... Может быть, когда стали приходить к нам привычки из западных стран, люди стали употреблять алкогольные нафитки, появился рак других видов рака. Простаты там и некоторые другие. Что касается женщин, а также прямой кишки. Опять же, женщины. Заболеваемость выросла за последние 20 лет. Основных типов рака. Здесь опять эзофагиальный рак желудка. Стабильные цифры. Но рак груди, толстые кишки – это вестернизация. Западные привычки и рост за последние 20 лет. По некоторым пунктам есть более быстрый рост, менее быстрый. Что можно сказать специфически о Западной Азии? Какие главные факторы, которые вносят вклад в этот тренд? В моей стране, например, в Иране мало кто курит. 12% людей в некоторых. Высокие цифры в Турции – 22%. Можно среднюю группу выделить, если мы говорим о курении. Но есть у нас водные трубки, СНАФ и так далее. Новая эпидемия, как я сказал. Вот этот водный кальян, типа водный кальян, Бахрейн, например. Вот эти водяные трубки. У нас есть ожирение. Очень распространено в Западной Азии, особенно среди женщин до 99%. Физическая активность у нас не всегда высокая. Если уточнить, то лишний вес ожирения – это 66-71%. А вот низкое потребление фруктов и овощей – это 97-99%. Привычки, неактивность физическая. Соответственно, сердечно-сосудные заболевания, неконтагиозные заболевания. Заболеваемость растет. Как я сказала, ожиление, диета – очень высокие цифры. Распространенность вот таких факторов высока. Я хочу вам подробнее рассказать об этой новой эпидемии, которая приходит на СМИ. Это новая такая эпидемия использования курения. Вот этот табак. Здесь используется уголь. В дыхании. И появляется дым, который идет в воду. И он дыхается. Это шумно. Кроме того, такое дымление идет. Люди курят. И несколько такой транс, еще такой более, может быть, приятный для некоторых людей. Это традиционный кальян, я показал. А это водяная трубка. Вот женщина из Ирана. В кафе просто это можно курить. Водяные трубки. Они социализируются, эти люди. Курят вот такие водяные трубки. Общаются. Каковы здесь факторы, которые эту тенденцию подстегнули? Такая трубка дала людям ощутить новый аромат этого табачный. Такие фруктовые. Они идут в кафе. Десять разных запахов можно выбрать, которые пахнут фруктами, как я сказал. Например, табак с запахом апельсина или яблока. И это соблазнительно для людей взять такую трубку и ее курить. Есть некоторое непонимание среди людей в популяции, что они считают, что она менее опасна, эта трубка, чем сигареты. Иногда люди, когда хотят бросить курить, они покупают такие трубки, переходят на такие трубки, но это может быть более, они считают, что это менее опасно, но это может быть не так. Так, курение сигареты и курение... Дело в том, что курение такой трубки более социально приемлемо, что ли. И во всех семьях, можно сказать, есть хотя бы одна такая трубка. Тем не менее, ее не всегда использовали раньше, а теперь молодежь использует их не только дома, но и изменилось поведение, как я сказал, в кафе. Также использование такой трубки, хотя это традиция, теперь используется не так уже. Иногда в семье такая трубка, как я сказала, имелась, и тогда очень иногда по праздникам вместе с гостями для общения это использовалось. Теперь это в каждом кафе предлагается. Это не отрегулировано во многих странах Ближнего Востока. Есть такое сокращение, FCTC, ратифицировано многими странами региона. Но это не относится ко всем странам в связи с водной трубкой. Вот что важно в связи с тем, что сказано, тем, что будет показано. Курение сигарет, оно под вот этим FCTC. FCTC и сигарета, кроме того, дорогая, то есть есть контроль за сигаретами. Вот мы здесь видим цифры. Распространенность курения такой трубки в Западной Азии. Мы можем сравнить сигареты и эту трубку. В Кувейте, Бахрейне, в Объединенных Эмиратах везде курение. Трубки распространено гораздо больше, чем курение сигарет, как среди женщин, так и среди мужчин. И FCTC подавило курение сигарет, если можно так сказать. Но это не сделано еще для курения водяной трубки. Поэтому это эпидемия. Если вы посмотрите вот сюда, в чем разница? Очень большая разница между женщинами и мужчинами, когда речь идет о сигаретах. Но разница среди мужчин и женщин касательно курения трубки небольшая. То есть женщины поддаются этому соблазну достаточно часто и чаще, чем соблазну курить сигареты. Эта трубка имеет такие же последствия, приносит касательно карциногенеза, в общем-то, как и сигареты. Что мы об этом знаем на самом деле, как может показаться. Давайте сравним токсичность между сигаретами и трубкой. Во всем категориям, с точки зрения карциногенности и токсичности, трубка оказывается даже более карциногенной и токсичной. Посмотрев по сравнению с сигаретами, это эпидемия растет, это действительно эпидемия. Интенсивность очень высокая с точки зрения карциногенности в 3-4 раза более токсична, чем курение сигарет. Вот что интересно, проводилось исследование, измерялось, как долго метаболиты, связанные с курением сигарет, остаются в организме по сравнению с трубкой. Если вы курите трубку, шансы, что метаболиты в крови у вас будут дольше, чем от сигарет. Значит, что вы вдыхаете, ингалируете больше токсичных вещей, и они дольше остаются в организме по сравнению с курением сигареты. Вот такая трубка, ее использование способствует развитию рака. Это было установлено, это результаты метаанализа, который был проведен. То есть собрали результаты практически всех исследований и отчетов. Исследовалось влияние курения такой трубки на развитие рака, рак мочевого пузыря, рак легкого в 5 раз. Риск, относительный риск возрастает. Опять же, эзофагинальный рак, рак пищевого в 7-8 раз по сравнению с сигаретами. Риск, затем опять же, рак желудка. Риск, мы говорим о рисках. Относительный риск очень высокий, близок к 5. И, кроме того, у нас есть высокий уровень рака ротовой полости. Риск, факторы риска были упомянуты. Кейс-контрол и светимологические исследования также проводились очень квалифицированными специалистами. Каковы политика с точки зрения контроля употребления таких трубок? Опять же, я... Вот здесь у меня неописка на слайде, но речь идет о той же самой системе регулированно. ФСИТС должно быть. Это налоги, цены, прекращение рекламы, зоны свободной от курения, предупреждение на пачках, на упаковках и профилактика на уровне рекламы. По отношению к трубке. Люди подвергаются ведь пассивно воздействию этого курения. Но надо сказать о том, что не так трудно запретить рекламу, не так трудно производителям, не так просто запретить рекламу, не так просто положить, так сказать, руку на горло бизнеса, потому что это привлекает посетителей в кафе, например. Обычно маленькие компании делают такие трубки, и особенно на Ближнем Востоке. Политическая система не всегда строга, и юридическая система не всегда очень строга, и ФСИТС работает, но не всегда. Еще, так сказать, ФСИТС, вот эта система не стала жестоко ограничивать эту эпидемию. Нам нужно новые пункты ввести в эту систему ограничений, и тогда мы можем ожидать снижения употребления этой трубки. Но надо понимать, что многие люди еще будут подвергаться воздействию вредному, токсических эффектов и карциногенным эффектам гораздо более опасным, чем при курении сигарет. Я этот вчера скачал из гугла, если вы запросите, где в кофейнах предлагаются такие трубки, вы увидите такую картину, это Тегеран, то есть везде они доступны практически. И это будет очень большой проблемой в ближайшие 20 лет, особенно в Западной Азии. Это такая локальная вещь, эндемичная вещь. В Европе она не популярна, но у нас это эндемично, потому что люди, она доступна, она где-то традиционна. Но вопрос в масштабах, я думаю, что вот на этом я закончу. Я бы хотел поблагодарить вас за внимание. Я бы хотел пригласить вас на следующую ассамблею APOCP в Иране. Она будет в апреле 17-19 2020 года. Спасибо. У нас есть? Окей. У нас есть вопрос. Значит, перевода не будет. А, вот теперь будет. Вирус папиллома. Спасибо за презентацию. Я бы хотела просить, растет ли заболеваемость вирусом папиллома в человеке среди тех, кто пользуется этой трубкой. Каковы осложнения и сложности? В западной части у нас невысокий уровень, например, Акаши и Кимаки. Потому что у нас редко бывает множество партнеров и так далее. Тем не менее, новое поколение растет, которое вовлекается в курение этой трубки. И у них больше шансов заразиться вирусом папиллома, потому что это связано с поведением. Но мы не можем говорить, что само по себе курение приведет к ростам заболеваемости этим вирусом. Это стиль жизни, об этом надо говорить. Если стиль жизни будет меняться, и молодые люди, они общаются в этих кофейнях, они заводят друзей, они смотрят друг на друга, они продолжают знакомство и так далее. Мы же не знаем, куда они идут буквально потом. Трубка вот такая, более дешевая, чем сигареты. Это позволено в кафе. Я как раз говорил о нехватке запретов. В этих самых кофейнях, это традиционные кофейни, они, в общем, стоят на месте, на своем веками. И мы не можем заставить их запретить, например, эту трубку, выделить какие-то места. И это очень дешево, дешево. Еще вопрос. Вот эти трубки, они становятся популярны тоже в России, в ресторанах. А вот что про пассивное курение, можно сказать? Да, совершенно верно. Такая трубка, такое курение. Я пока не могу сослаться конкретно на какую-то статью. Я думаю, что это воздействие пассивное на пассивных курильщиков, оно будет сильнее, чем воздействие пассивного курения. Мы знаем, какова проблема пассивного курения, связанного с сигаретами. Но я думаю, что это будет видно в будущем исследовании. Спасибо большое. Великолепная презентация, очень интересная. Продолжение следует...